Power to the people! Power to the people! Уникальный парень! Power to the people! Power to the people! Right on! Как у вас дела, Дагидалич? Хорошо. Хорошо? Ну, слава богу. Хорошо. Да, спасибо большое, что... Нет, когда сохраняешь способность и удовольствие работать, я имею в виду науку, то все другое уже как-то прилагается. Понятно. Это здорово. Нет, что вы, я работаю, в общем-то, 8 часов в день. По интернету у меня есть хороший помощник, который блестяще разбирается в интернете, но я как-то им руководил тоже немножечко. у него замечательная была работа, сейчас этим занимается. Вот, это персональный состав парткома КПК. Здорово. В ужасные времена. Понятно. Ну, можно сказать, что вы все-таки не занимаетесь работой, потому что вы занимаетесь, может быть, любимым делом, да? Конечно. Конечно. А можно ли это назвать этой работой? Может быть, это просто любимое дело, которым мы занимаемся? У меня слово работа, в общем, с большой буквы. Я понял. Хорошо. Здорово. Да. Так, ну, если вы не против, я бы хотел сделать такую вот небольшую презентацию, вступительную речь небольшую. На какую аудиторию рассчитываю наше интервью? Аудитория молодежь. А какая программа? Программа называется «Слово людям». А, я сталкивался с этой программой, да? «Слово людям», «Слово людям». Ну, вот, да, это проект, я его создал. Ему уже несколько лет. Точнее, сколько ему? Сколько лет? Ну, ему всего полтора года этому проекту. Сколько? Полтора года. А, ну, молоденький. Да, молоденький, да. Мы уже взяли интервью у арабиста вашего коллеги Микульского. У Микульского. Это мой приятель, да. Да. Потом у Кадырбаева, главным специалистом в России по Центральной Азии и Республикам Центральной Азии. Да, это мой постоянный сосед в Шелом Совете Института Востоковедения РАН. Да, 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 да. Он работает именно там, да. Вот. Он мне, кстати, написал рекомендацию на стипендию в Тайвань. Вот. Поэтому надеюсь, что после Нового года я поеду на Тайвань на учебу в магистратуре. Вот. И его рекомендация, конечно, очень помогла. Вот. То есть так вот. Вот. Также у нас в гостях был Федорин. Андрей Львович Федорин, ваш ученик. Да. Вот. И также мы хотели бы сделать интервью, если получится в будущем, с Алексеем Рябининым. Тоже вашим учеником. Да. Вот. Он тоже. Ваш сосед вроде живет рядом с вами в этом же районе. Да, да. Вот. Но пока что, к сожалению, у нас связь… Соседница. Да. К сожалению, у нас связь пока не выходит, видимо, в связи с разными ситуациями, которые мы сейчас имеем. Это… Он пишет три монографии. А, три монографии пишет. Сейчас. Он сейчас занят очень. Я понял. Вот. Поэтому достать его достаточно сложно. Да. Я заметил. Вот. Но я думаю, что мы с ним обязательно увидимся рано или поздно, потому что мы с ним давно знакомы. он и ко мне приезжал в центр. Вот. Много раз вел лекции. Вот. Но потом мы уже переместились в такой онлайн формат. Вот. Который сейчас очень актуален, на самом деле. Я не подорвую, наверное, вашего проекта, если буду курить. Нет, конечно. А вы еще курите? Серьезно? Вы еще курите? Ну, это самые безникотиновые сигареты в мире. Это R1, да? Которая? Давидов. Давидов. А, Давидов. Ага. Конечно, конечно. Да, конечно. Вот. Так что у нас программа называется, как вы уже знаете, уважаемые зрители, слово людям. И те, кто из молодежи будет смотреть эту программу, я бы хотел бы, как ваш преподаватель, чтобы вы обратили внимание на эти интервью, поскольку эти интервью с очень интересными людьми, не обязательно очень известными, но с людьми своего дела, которые много добились за свою жизнь в этом деле, в своем ремесле. И чтобы вы в будущем в своей жизни взяли какой-то с них пример, чтобы вам это помогло достигать ваших целей, вот, и ваших челленджей, да, то есть, ваших каких-то задач на вашем жизненном пути. Это очень важно. Вот. Поэтому я надеюсь, что наши интервью будут очень полезны. И сегодня у нас в гостях известный востоковед, отечественный российский вьетнамовед, ученый, историк, это Дега Витальевич Диапик. Добро пожаловать в нашу программу. Маленькая деталь из моей биографии, сразу. Да. Мой военный статус – командир диверсионной группы дальнего действия. Методика возвращения этих групп еще не разработана, как я вам объясняю. Да. Здорово. Хорошо. Вот. Зато я прыгал с четырех тысяч километров. Серьезно? Да. Я Литву видел всю. А поскольку в самой тяжелой группе, то я стоял у выхода. Ага. Классно. Так. Да. Нет. Ну, жизнь сложилась весьма разнообразно. Да. Мы сейчас, конечно, об этом поговорим, да, тоже. Да. Вот. Мне лично Дега Витальевич помогал в свое время и с моей диссертацией, которая давно была посвящена историей русской духовной миссии в Китае. Вот. Спасибо вам, Дега Витальевич. Я до сих пор помню ваши советы. Вот. Вы также ввели у нас на первом курсе археологию. Также отчасти библейскую историю. Потом, конечно, это был незабываемый курс интересный. Это количественные методы. Вот. И методы исторических исследований, да. Да. Вот. Вот. Это было еще в институте аппаратического стыковения, кстати говоря, чьим отцом-основателем вы являлись в свое время. Вот. Но который был, к сожалению, относительно недавно закрыт. Да. Но мы об этом еще отдельно поговорим сегодня. Вот. Вот. Дега Витальевич, такой вопрос. Да. Меня слышно? Алло, меня слышно? Что? Меня слышно? Что открыто? Слышно? Слышно? Да, слышно, да. Да, все. Такой вопрос, Дега Витальевич. Вот ваше уникальное, единственное имя в мире, да, Дега. Расскажите, пожалуйста, о нем нашим зрителям. Очень просто. Да. Начало 30-х годов. Да. Вот. Я родился в 32-м. В это время возникает спрос, ну, как-то чем-то обоснованной ситуации в стране. Представляете, что начиналось в 32-м году? Да. И в это время появляется много новых имен. Манерзы. Ну, очень много было. У меня были знакомые Владлены. Вот. Но мои родители, они были несколько другого плана. Они тоже откликнулись на это. Мы взяли первые две буквы фамилии матери и первые две буквы фамилии отца. Получился Дега. Угу. Угу. Очень просто. Очень просто. Вот. И, конечно, инициатором это была мама, которая была главной в нашем доме существовавшей семье. Угу. Совместно. Отношения-то были всегда. Да. А оттуда жилось это имя. У нас возник целый ряд проблемы с отчеством моей дочери. Вот. Вот. Но у нее помогло крещение. Да. У меня уже был Катерин Дмитрий. Угу. И как-то все это произошло. Угу. Ну, это просто характеризует вот видение мира моих родителей. Вот. Вот. Мама из крымских армян, которые в XI веке по предложению греков прибыли защищать от степей горную часть восток горного Крыма. Вот. Как здорово. Интересно. Да. И вот город Феодосия, он долгие века был армянским городом. По преимуществу. Угу. И там, между прочим, кончался шелковый путь. Угу. Одна из вещей шелкового пути кончалась там. Это такой заметный город. Угу. Заметный город. Угу. 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 Ну, детство было действительно вошло в Симферополе. Вот. Угу. Потому что в Москве я был еще слишком маленький. Творчество всегда занимало. К этому времени уже мои родители уже рослись, но сохранили хорошие отношения и так далее. Но, когда бабушка приехала сюда, бабушка была настоящая крестьянка. Дедушка был из такой образованной семьи. Ну, тоже армянской. Угу. 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 Его рассказ Немцы контратакуют Где-то в Новгороде Сержант такой Собрал группу бегущих солдат Наших Они отстреливаются Отец, значит, обалдел Сидит и лежит рядом И говорит Ты чего лежишь? Автоматы только у тебя Вот такая вот жизнь Два ранения А потом После войны Он Перебросил его на крокодил Ну и так пошла Линия, линия, линия И он был Организал ту знаменитую выставку В той угромил Хрущева Может быть помните Конечно, конечно Он понимал Такие художники И он выставил несколько человек Которых, в общем, не принято было выставлять Из наших современников Хрущев очень рассердился Отца, значит, выгнали Из парторгов А из-за того, он был парторгов в Москве Он после войны В фронте Вступил в партию Но, повторяю По сравнению с моей мамой Это была фигура Очень Так Мало Вот я хочу вам показать Ее фотографии И нашим зрителям О Да, давайте А немножко повыше Можно немножко повыше показать? Чуть повыше Чуть повыше Москва Еще в 1940-м году Говорит, что у нее противно ходить в Москву Сколько там Диапи Потому что она говорила Что же думала Не про политику Это все Естественно Но в остальном Но самое главное Что она И вот, собственно Все еще есть у меня Хорошего, интересного Это от нее Потому что Главное В нее была живопись Все остальное Ерунда И И преработки И заработки Но в то же время Она Могла иметь Орденскую колонку На полторы строчки Потому что Когда началась война Вот Мы остались И Аля Аренд Ее приятельность Ближайшая Вот эта Вот И мама Остались здесь Вот Знаете, как называли Те, кто Эвакуировался Защититель Самарканда Нет Без презрения Ну просто По факту Она два года Работала В Остинской больнице Вот Делала Гипсовые модели Ранений Чтобы быстро Хирургов Массово готовили И вот Наиболее Типичные Ранения И так сказать Она делала Изображения Гипсовые Раскрашивала Чтобы Человек быстро Где надо Резать Где не надо Резать Вот Но главное То, что Она живописец Да Она Всегда 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 Работала Собирались Вот несколько Таких же Художеств Как она Скидывали С трудом Нанимали Какую-то Домоработницу Богатую художницу И вместе У нас В комнате В большой Решевой комнате Писали Ее Ну Естественно И Она была известным Художникам Достаточно известным Чтобы Когда Началось 1946 год Гонения Начинаются Вот И Ну Помните Ахматову Зощенко Наказали А по Москву Наказали Мою маму Статеечка В журнале Советский художник Решение Литерной карточки Вот А на почве Это Голос 46 47 Часто Уже Так сказать Известная вещь Тогда Ничего не говорилось Но я Болел На почве Голода В 46 Году Вот Как Было А теперь Спохватился Отправил меня В Артек Только что Восстанавливал Первый Артек И так далее В общем Ну В общем Насчет Моя мамы Вот Ей никогда не добавились В персональных выставок Только Две выставки В году Молодежная И женская Тогда Она участвовала В общих выставках Вот Что Кто Она Такой Это было Известно Но И она Работала Всю жизнь До последних Дней Она жила Уже в мастерской Своей Далеко Это Скорее Уже Ходил Труд Но Она Работала Все время Ее любимый Предмет Ее Живопись Ее Скульптуры Вот Это Пушкин Огромная Тема И Последний Пушкин Был Нарисован Табурет Стоял Уже Стала Стала Наработала А рядом Стояла Табурет Она Зала Как-то Время Залая Табурет Сверху И Пушкин Я Конечно Все Это Собрал Вот Немножечко По выставкам Пое-что Поправилось Вот Еще Недавно В начале 20-го Года Была Мой Сын Вот И Моя Дочь Кустрю Маленькую Выставку Доме Архитектора Тоже Так Как-то Да Немножко Немножко Да Да Такой Да Такой Вопрос Еще По поводу Папа Если можно По поводу Отца Он был Другом Маяковского Насколько я знаю Да Они были знакомы С поэтом Маяковского Они были Хорошо Знакомы Да Маяковский Был очень Высоко От Уровень Выше Вот Вот Да Да Отец Был очень Человек Компанейский В хорошем Смысе Этого Слова И Кроме Того Как Что Конь Начали Вот И вас Высшее Художество Вятерское Ну Минститут Короче Вот Вот Но Он был Вот Из тех Кто Кого Маяковский Знал Не только Тех Кто Вылупил Зак Как Моя мама Ходили На него Но И Вот Были Какие-то Контакты Да И хотелось Бы Сказать К нашим Зрителям Что Да Мы уже Упоминали Сегодня Выставку Которая Была При Хрущеве Это Выставка Художников Авангардистов Вот Она Была В 63 Году Если Не Ошибаюсь Или В 62 Году Ну В эти Годы Начало 60 Годов Вот И тогда В Советском Союзе Те Кто Нас Сейчас Смотрят И кому Сейчас Допустим 20 Или 30 Лет Тогда Часто Репрессировали За искусство Да За Не ту музыку За Не те книги За не те картины Вот Поэтому Ребята Те Кто из вас Молодые И те Кто не жил В Советском Союзе То лучше Там не жить Вот Потому Нет Ну Дваться Было некуда Дело в том Знаете Что СССР Было Два Очень Очень Четко Различающиеся Первый Это Интернациональный СССР Который Руководили Интернационалисты Ульянов И Чугашин А С 54 Там В 2 Года А 56 После Съезда Это Русский СССР Понимаете Он просто Русский И Шло Непередное Возвращение К России Постоянное Инстинктивное И Поэтому Вот Жизнь Ставилась Все более Приятная Искусство Нашего Светлого Литература Да и Просто Желось Лучше Просто Желось Лучше Когда я Я уже Ну как Археологи Они обычно Весной И осенью Еще Спицы нет Но уже Хочется Гулять По Подмосковью И вот Где-то После 56 Года Уже Я зашел В деревню Магазин И ввел Там Колбасу Вот Поверься Мне на слово Я вышел На улицу Поверясь Головой И зашел Снова Что такое Возможное Вот Что Понятно Да Ну Вы имеете ввиду Да Что Сталин Уже в конце Своей жизни Отказался От идеи Мировой революции Да И все-таки Уже После Отечественной Великой Отечественной Войны Начал уже Больше Акцентировать Так нет Откуда Сделать Кратко Об этом Да Великая Валитарская Революция Вот Все Понимали Что Такая В общем-то Не самая Развитая Страна Как Россия Центром Мировой революции Быть не может Но Для начала Мировой революции Она годится Вот И с этим Вот и выступили Что с нас начнется Мы толкнем А дальше Покатится Само собой Никуда не покатился Потому что такое счастье Наши революции Революции Единый народ О таком Не мечтал И куда Это не пошло Но Сам по себе Импульс был Вполне Реалистический У нас Конечно Не самая Разница Но для того Чтобы начать Мы годимся Но это И отвлекся Да Если можно Еще один из последних вопросов Про Последних вопросов О родителях Ваше яркое Самое яркое Воспоминание об отце И яркое воспоминание о маме Если можно Яркое воспоминание об отце Совершенно четко Я уже о нем даже говорил Мы сидим То ли В опере То ли Где-то еще И вот И отец Непрерывно Рисует Всех Кто рядом Да Да Вот Ему просто Это Нужно Не нравится Нужно Непрерывно Непрерывно Не выбрасывает Эти рисунки Понял Понял Вот Сколько А вы рисуете? Я два раза Учился в художественном училище Нет В художественной школе Я же вырос в городке Художник Очень необычное место Был городок медицинера В Москве Еще что-то Вот А этот городок художник Он существовал Это был достаточно Особый такой мир Были несколько Каменных домов Там жили Другие люди Владимир был Самый замечательный Вот Там жило все начальство На этом доме Всего одна Мемориальная доска А другой Тот кирпичный магазин Дом на такой Поле бед Не самый богатый Он утыкан Реальными досками Ну это Всякие детали Московской жизни Достаточно 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 Почему вы увлеклись Востоком В частности Вьетнамом Потому что вы являетесь В общем-то Одним из основателей Самым главным основателем Нашего отечественного Вьетнамоведения Потому что не до вас И может быть и не после вас Таких гигантов Может быть и не будет Кто знает Ну гигант Это в общем-то Вот Ну своей узенькой области Гигантик Такой Слово придумал Только что возник Вот Значит Все было очень просто Вот Я учусь в седьмом классе Очень удастся Хорошая Хорошая школа Вот Учусь в седьмом классе И мне хочется путешествовать Мне мерещатся Потные спины Носильщиков Слоны Крик обезьян Верхушек деревьев И так далее Но я уже понимаю Прекрасно Что социалистические Жугли Есть только А в одной стране В Вьетнаме Все Я пошел В сельскохозяйство Куда угодно Лишь бы там был Вьетнам Вьетнам был Местер Вьетнам Я туда поступил В общем Учился я неплохо Вот И Стал заниматься Вьетнамом Стал заниматься Вьетнамом Весьма интенсивно Весьма интенсивно Вот Наш учитель Учил Вьетнамский язык Ну с обгоном На Год перед нами Но потом Он стал Вьетнамистом Но уже Такой Журналистом Вьетнамистом Понимаете Вот это Первопроходцы Первые группы У них всегда Есть Какой-то Особый мажор Тем более Здесь было ясно Что Вьетнам наш Мы туда поедем Это не какие-то Мистические страны Которые Только дипломаты И разведчики Есть И вьетнамисты И вьетнамисты Соответствующим образом То есть И Главное Самореализация Наверняка Поедем Там будут рады Вот И так далее Это совершенно Особо Контакт С И Народом Отличать Большинство Всех Других У нас Был живой Контакт Вьетнадцать Было выше крыши А когда я уже Стал преподавать У меня этих Аспирантов И студентов Было Прямо скажу Десятка-полтора За раз Угу Полтора Да Да И Контакты были Непрерывные Я вот Выращивал Одного У меня был Аспирант Который Бывал у меня Дом И часто Бывал Слонялся Что-то Готовить Помогал И так далее А остальные Аспиранты Его не уважали И Как-то Ну Носились к нему Безуважения За то А я его держал Именно за эту черту Он был единственный Негорожанин А крестьянин Угу И когда у вас Дом По каждому Выходит Настоящий Витнамский Крестьянин Вот Я это терпел Даже Ну как Вот Совершенно Не жалею Об этом Совершенно Не жалею И вот Я стал Заниматься Вьетнам Стал Заниматься Вьетнам Довольно Прилично Знал язык Уже Тогда Спонж Буду заниматься Древним Вьетнамом Или Раним Ситтим Веком Потому что Мне очень Понятно Мне очень понравится Археология Вот я поехал Практика Обязательная Судент Первого курса Когда я учился Я оказался На раскопах Твух Тарака Не просто Ну там Антиперичник И тоже Яркая По словам Личность Хотя Историк Так сказать Достаточно Рядовой Ну академик И так далее Практика Саня Шребаков Ну Тоже Личность Характером Яркая Спица Была Интересная И уже Оторваться Уже Не мог Я уже Отбатывал Четыре года На Таракане Очень он Меня хотел Оставить Чтобы я бросил Вьетнам И стал заниматься Северным Кавказом Ну Тамасским Пловодством И так далее Но Копать я продолжал Всю жизнь Я копал Собственно говоря До начала 2002 Год Еще Моя экспедиция Ух ты Экология Уезжаем В начале июня Возвращаемся В начале октября Несколько экспедиций Ну и сам Мир экспедиции Он достаточно Красный А тогда еще В экспедиции Отдыхали В городах В деревнях Что-то традиции Были Ну июня Сталинские А экспедиции Мы уже все свои Мы не оппоненты Но мы уже И не боимся В общем Да и чего там бояться Чего на нас Заносить Кому это Выгодно Это вот Мир экспедиции Он тоже Очень Ну июня Ну июня Но Люди Не связаны С службой И начальством А связаны Общим делом Которые Интересуют Ну какую-то Часть Мир экспедиции Мир экспедиции Это Четверть века Четверть века Практически Уженки Городов Это Последний Город Ну Торговля Осетровыми Греки Греки Мясо Не любили Греки Рыбу Били А Осетровые Потом Были на монетах Восходского Царства Частью Которого Был Тадрис Периодичный И Там Я сделал Очень простую Вещь Я применил Тороскоп Античного Города Технологии Роскопок Поздней Бронзы То есть Более Тщательно И все У меня были кадры Ребята С восторгом Ездили После Уже Окончания Приезжали Потом На собственных Машинах Женой С детьми Жена По-прежнему Махала С такой Лопатой Как Юнист На расход И Там Возник Мир Соответственно Там был Директор Маленького Музейчика В наших Глазах Возник И Вот там Когда Вы копаете Античность Не только Не столько Лопатой Сколько Ножом И кисточкой Вы очень много Узнаете Про детали Жизни Людей Там Удага Улица Она вела От западных Ворот Центральной Площади И Вот Если Идет Скрипосочная Левая Сторона Я аккуратно Раскапывал И раскапывал Детали Когда Полы Чистите Ножиком Яму Просеиваете И Вы очень Много Узнаете О людях Вот Очень Много Узнаете О людях Вот Первый Который Жил У самой Стены Он Был рыболов Он из Ситровых Лавин Это его Профессия И у него Соответствующий Быт Соответствующая Кухня Соответствующие Красивые Вещи А вот Следующий Он Импортировал Статуэтки Это Совершенно Другой Тип И у него Совершенно Другой Материал И Керамика Из которой Он ест Другая А дальше Жила женщина То есть Я думаю Что женщина Которая Обеднела И Часть Узаги Продала Своей Часть Часть Еще Жила Но так Жила Довольно Бедно А на углу Жил Начальник Богатый Первый Пересекающий Это большая улица Идущий Центр И Там Жил Начальник Там было много Красивых вещей Был более-менее Парадный Вход Очень интересные Были находки Сохранившиеся Изображения Голова Ну Специалисты Говорили Что Аполлона Из Перламутровой Раковины Какой-то Бок Я забыл Сидит На бочке Бронзовой И Рук С Выпивка Это вещи Которые Остались Когда Они Уходили Забирали Все Ценные Когда Они Покидали Город Город Осадили Готы Ну И Шума Они Усять Не могли Но Потом И Подожгли Город И С тех пор Все Осталось В таком Виде Получается А Вот В чем Дело Они Уходя Греки Подожгли Город И Город Не Возродился Потому Что Проток Судоходный Северный Проток В Дельте Перевестился На юг И Все Наиты Собрались Толпой И Переехали На тот Проток Вместе С Названием Это Город Азов Теперь До Десятого Века Назывался Танной По-прежнему Все Веси Толпой Уехали И Все А Здесь Заросло Потому Что Весь Бизнес Острылся На Асетровых А Амельон Проток Также Вопрос По Убере Да А Ваш Можете Скажу Очень Там Семидесятые Год Шесть Нет Конец Пятидесятых Ученым Совете И Обсуждается Вопрос По коммунистической Квартии Индонезии Какой там был Левый Троцкийский Уклон Говор Сидит И говорит Соседу Причем Понятиями Какой Троцкийский Уклон Я Писал Программу Никол Троцкий Уклон У меня Нет Вот Такой Вот Он Мог Очень Много Сделать Но Он Был Прекомендарный Да На Практической Работе Будучи Беспартийным Он Позже Вступил В партию Вот И Брат Его Пострадал В В конце Тридцатых Но Кримитарный Без него Не был Потому что Больше Больше Никого Не было Больше Больше Никого Не было И вот Индонезия И Базовая Его Специальность И Вьетнам Одновременно Он По Вьетнам Он Мало Написал Он Писал В основном По Новейшей Истории Очень Большие Разделы В книгах А думал На них Серьезно Переписывал Других Идет Но Он Списал По Новейшей Истории Но Просто Знал Хорошо И Другие Времена Был Глубоко Порядочный Человек Глубоко Порядочный Человек Потом Был Директор Униссота Востоковедения Вот Когда я Кончал В 1956 Годом Вот Ну Я мог Пойти В спронтеру Туда Ну В общем Так Получилось Так Нам было Четыре человека На одно место Поступало Вот И мы Трое Это Был Фронтовик Забрали Заявление Чтобы Он Попал И Он Попал И Те Не Пропали Вот А я Оказался 1956 Год Кончили Вот А Витнамскую Группу Набрали Кто Будет Преподавать Я Я Сразу По Окончанию Начинаю Читать Лекции Вот У меня Есть Ранние Такие Штуковины Которые Сохранились Но Пьетом Были Я Думаю Как Это Все Передается До сих пор Библейская Археология И Древнейшая История Святой Востока И Библейская Археология И Древнейшая История Святой Земли Кажется Так В этот Возраст Когда уже Монографию Не очень Помнишь Вот И вот Начин Я Преподавать Начин Я Преподавать Да И Куски Общей Истории И Археология Поскольку Я уже Довольно Прилично Знал Вот На естественном Востоке А потом Пришлось Кемеров Готовить Опять Больше Некому Опять Я Опять Я учил Кемеровский Визы Кстати А знаете У меня Было одно Качество Очень редко Когда я стал С возрастом Терять Я понял Как Я думал Что я умный А вы Слышны Дел Не в этом Я моментально Переключался С одной Темой На Другой Когда я Стал Терять Я понял Как Много Времени Других Занимает А у Меня Нисколько И Они Уже Прекрасно Все Это Знали И Вот Разговор На Пятом Курсе А Да Как Дел Да Пошел Чудар Одиннадцатый Язык Повторяю К Уму Не Имеет Никакого Отношения Просто У меня Было Больше Времени Практика Главная Практика Да Получается Вы Преподаете Уже Больше Шестидесяти Лет Вот Да Да Причем Не Одну Декцию Неделю А Хорошенько Я Читал И экономику И географию Я Трупов Не Считал Вот Даги Витальевич Такой Вопрос Если Можно Не Есть Минение У Некоторых Людей Особенно У Тех Кто Занимается Математикой Физии То есть У технариев Что Якобы Они Считают Некоторые Из них Считают Что История Это не Наука Это Статистика Вот Но Мало Кто Из них Знает Когда Я Начинаю Говорить О количественных Методах В исторических Исследованиях Они Не знают Что Это На самом деле Как Математика Применяется В Исторической Науке Расскажите Пожалуйста Немного Об этом Как Применяется Математика И История Как раз Не Лживой Наука Как многие Считают А правдивой У меня Есть Немножко О моем Характере Количественные Методы В исторических Исследований Сколько Часть Обложки На обложке Проверяемая История Вот так В лоб Попросту Проверяемая Есть Проверяемая История Вот Как Как я В нее Уехал По окончании Университета Я решил Прослушать Вместе С другими Тоже С Проверяемая 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 Будущая Чем Без История И Там Я И так Далее Я Говорю Что же Можно Уехать Начал Я Начал Материал База Соответственно Мощная И Буквально С Начала 60-х Годов Я Начал Обмерять Начал Сам А потом Это легко Сделать Когда У вас Рука Набитая Элементарная Анализ Математики Менщик Увезло Учителем Моим Юрием Слепом Гениальный Русский Лингвист Он Жиз В одном Прохотном Дворе Я За ним Хвостиком Ходил Моложе Лет на 6 И Он Конечно Мне Очень Много Дал Это Просто Гениально Ничего Умер К сожалению Да Извините Да У нас Был вопрос Про Количественные Методы В исторических Исследованиях Вот Это Вопрос Для тех Людей Которые Считают Что Якобы История Часто Очень Неправдива Что Это Статистика Это Не Наука Вот Но Когда Начинаешь Говорить О применении Количественных Методов В истории Никто Об этом Не знает Да Вот Мы Начали Об этом Говорить Извините Что Вас Прибил Да Сейчас Слышно Слышно Да Слышно Да Я Говорю Да О Количественных Методах В исторических Исследованиях Да Есть В русской Науке Да Мы Придумываем Не позже Остальных Вот Но нам Труднее Запустить Эту серию Согласен Главное Достоинство Американцев Не объясняли Знакомые Американцы Главное Достоинство Это умение Запустить Серийное Производство Да Ну тогда Интерс Читали Вот Опять Что-то стало Со звуком Да Сейчас нормально Вроде Я вас не слышу Я вас слышу Прекрасно Все нормально Да Все нормально Да Я вас слушаю Хорошо Вот Поэтому Количественные методы Вот У нас тоже пошли Быстро Учеников у меня Очень много Вот Применяется Достаточно широко Многое Вот Из того Что было сделано Вот Потому что В археологии Все очень просто Там все видно Да Там Не источник С текстом Который Тоже можно Обсчитать Тоже можно Обсчитать Допустим Я обсчитал Лексика Русских Учебников Историй Панкраты Начали Выходить В 1937 Году Как менялась Их Лексика Вот Я просто Обсчитал Вот Где-то После 20-го Съезда Начинается Массовый Возврат К лексикам Русские Ученые И преподаватели Говорили Об истории Знаете Возвращение К классическому Русскому Русскому Историку Это Количественный Метод Успоет Бессмысленно Очень Очень много Интересных Францов Что Было Главное Что На второе Место Какие Понятия Исчезали Вот Очень интересные Я уже не помню А публиковал Я его Или нет Но частично Наверняка Публиковал Да Ну Когда Понимаете Когда интересно Работать Писать об этом В общем Книжку Уже Менее Интересно Интересно Следующие Исследования Они Сейчас у меня И сегодня И сегодня Их дел Это Особенно Нашей профессии Ну Количественные Меды Стали Применяться Очень Широко Потому что С ними Спорить Очень Трудно Я Исходя Из моей Военной Профессии Которые Вам уже Говорю Я говорю Что Количественные Меды Это Как От От Класс И Убедить Понятно Да Количественные Слышали Да 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 И Применяются Они В любом случае Очень 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 Широко Ну Очень Широко И Многим Применяются Тем более Что Технологии Я же Работал Еще На Электрических Счетных Машинах Не на Электронных Когда Начинал Да Ну Очень Примитивные Были Зоревели На При Некоторых Раз Чрезвычайно Величество Вот Так что Многое из того Что Выдумано Было Выдумано Впервые У нас А вот Серийным Исполнением Появилось И расцвело Не у нас Часть У нас Займинственная Часть Просто Наука Двиглась В эту сторону Да Вот Это особенность Это особенность Но сейчас Это применяется Очень широко С современными Технологиями Это же занимает Сто раз Меньше Время Сто Раз Да То Что я раньше Просто Начинать бы Не стал Сейчас Мои ученики Кончают За полгода И Тема Закрыта Тема Закрыта Здорово 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 Библейская Археология Почему она Называется Так И Является Ли она Правдивой Именно По Конечно Да Нет Передержек В этом В общем-то Почти нет Почти нет Потому что Это уже Современная Археология Не археология 19 века Тоже Любимая Уважаемая Но Чешка Это Другая Вещь И Каких-то Существенных Разногласий Между Текстом И Данными Археологии В общем-то Не бывает А Тут же Работает Класс Кэтлин Кэнни Он Настоящий Большой Археолог Работает Десятилетиями И Вообще Халту Здесь Не принято В этих Катурс Никаких Существенных Поправок Не в Текст Писания Вот И Собственно Сакральная Часть И то Что Писалось В связи С этим Христианскими Аферами Практически Практически Именно Именно Древние Истории Практически Все Подтверждается Уточняется Пороче Пробывает Неожиданно Но Очень Очень Просто Очень Просто Вот А кое-что Объясняется Из того Что Было Непонятно Исчезновение Отдельное Государство Там Были Особенности Воин И так Далее Это Просто Очень Интересно Один из моих Уехал Туда Продолжал Быть археологом Здесь Сейчас Продолжает Но Начинал Тоже Он Тоже Мне Помогал Там У меня Напряженка До этого Языка Я не добрался Я сломался На середине Санскрита Но уже Мог Переводить И на середине Древнегреческого Просто Мог А сложный Сложненький Уже Не мог Но Повторяю У меня Было Масса Время За счет Что я Быстро Переключался Даги Виталий Такой Вопрос Вы Человек Верующий Да Вы Человек Верующий Да Вот Как Вы Можете Именно Как Историк Да Именно Как Ученый Именно Подтвердить Вот Эти Библейские События Которые Описываются Священным Писанием Большинство Большинство Да Подавляющее Большинство Подтверждается Подтверждается Потому что Обычно Люди Которые Там Работают Это Серьезные Археологи Серьезные Археологи Ихалтуристы С Библейскими Древностями Даже И люди Которые В других Ситуациях Могли бы Ихалтуристы В общем-то Не принято И Уровень Копающих Там Это Он Всегда Очень Наслый Всегда Очень Наслый Что-то Такое Придумать И Поднаграть В общем-то Ну Три-четыре Случа Я знаю Может быть Их будет В 10 раз Больше Но Вряд ли Больше Известный Факт Такой Что В Армении На горе Арарат Находятся Остатки Ковчега Нового Ковчега И Турция Ограничила Подход В эту Сторону Вы как Считаете На самом деле Находится Ковчег Ветхозаветный Ноев На горе Арарат В Армении Или Это Не Ковчег Это Исключать Этого Нельзя Потому что Сейчас Это территория Турции И там Особо Не покопаешь И особо Не попишешь Ну Это касается Прешествующих Десятилетий Ну Ситуация Одна Эта Нет Вероятность Того Что Это Действительно Ну Тут Понимаете Тут С геологией Возможности Чтобы Все это Было Покрыто В те Времена Которые Указываются В Ковчеге А времена Отдаленные А места Очень возвышенные Вот Тут Все Не совсем Понятно Вот тут Кстати Взад Для хорошего Вопрос Тут Не совсем Понятно Чтобы Все эти Территории Были Ну Хотя Бесконечно Далекие Времена Потом Сами Понимаете Было Очень Давно Да Вот Вот Это Вопрос Вопрос Не ясный Потому что Тот Итальянец Который Значит Там Копал Ну Ковырялся Не Копал Не Позволили Очень Долго Этим Заниматься Вот Но Основание То Что Это Сюршик И Корчак Есть Ну Как раз Вот Вопрос Ответы Насколько Понимаю Много Дисколько Наш Уже Все Мы знаем Когда Все Горы Так И Прочее Когда Когда Они Уже Были Что Значит Если Вода Поднялась На Такой Уровень Значит Еще Ничего Не Было Откуда Взял Скорь Да Где-то Мы Что-то Не Знаем Не Можем Иснуть Да Расскажите Пожалуйста Про Ваше Относительно Недавнее Такое Открытие Которое Вы Сделали Это Про Вклад В исследовании Письменности Человечества В особенности Китайской Письменности Ваше Ваше Вследование Оно Было Посвящено Как раз Тому Что Вы Доказали В вашем Вследовании То Что Развитие Письменности В Китай В китайской Цивилизации Шло Как бы не Севера Как думали Раньше А с юга Да То есть Конечно С юга Сейчас Сейчас Пытаются Замалчить Очень грубо Да Сейчас Это уже Совершенно Очевидно А в том далеком 2010 году Когда мы Первый раз Выступили С моим учеником Карапеттианцем В будущем Заведущей кафедрой И так далее Сейчас Вот С нами Не согласился Никто Только Один человек Перезвонил Карапеттианцем Наиболее Знающий Пол второго Ночи Сказал Мне так Кажется Вы Все же Правы Сейчас Никто Может Спорить Собирать Что Прошли Опять Простейшее Количество Нет Мы знаем Эволюцию Этой Писемости Мы изучаем До сих пор Самое Последнее Проявление Мы исследовали Буквально В конце Прошлого Начале Этого Года Писемь Смоцал Бесспорно Дело в том Что Для Китайских Политиков Начиная Со второго Века До нашей Эры Очень обидно Признавать Что Основным Центром Цивилизации На Восточной Восточной Азии Были земли Держивые Вьетты В китайские Юэ Чемуханьцы Гораздо Более Сложно То есть Просто Обалдеваешь Как Они Как Они могли Копать Я просто Поздно Дошел До Ветского Юга Прекрасно Они все Знают Прекрасно Они все Знают Бесспорно Следующий 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 На каком-то Очень следующем Этапе Пришельцы Сюда Китайцы Китайцы Восприняли Письмо Там было Два Древних Народа Аустрические Народы Родственные Это Вьеты На Средний На Нижний Янзы И Хмон На Средний Янзы Где Начался Это Сам Коронавирус Бывшая Столица Государства Хмон Царство Чум Да То есть Получается Хайнцы Восприняли Эту Письменность Правильно? Письменность Да дело в том Что когда Эта письмость Восникла Взятки Китайцы Еще не Пришли В Амиссии На Тибетцы Да Они Пришли С дикого Запада Да Дело Дело За малым Да Чего не было Того не было Да Еще не было Ведикой равнины А был Паралик Исторический Еще все Сединие Дет и годов Было доказано Идеологами Всем известно Что-то огромные Равнины Просто не было А был Пролив А на юге Своя Цивилизация Да Я понял Да Да Нам Интересно Очень Вот у вас Вышла Кстати Ваша Книга Монография Посвященная Этой теме Кстати Очень рекомендую К прочтению Потому что Она откроет Глаза Многим Людям На Письменность То есть На Именно Эклифическую Письменность Которая В общем-то Сохранилась В единственном Виде В мире Это Так называемая Китайская Письменность Но Изобрели Ее Не китайцы Вот А Сосу Сосу Китай На территории Восточной Азии Как минимум Да Они еще не пришли Да 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 Я думаю Сосуществования Еще не было Там уж бушевал Тролив Океан Ее Занесло Порже Кстати Дав им Огромные Белородные Земли Где никого Нет Не нужно Завалевывать Угу Бассейна Хуанхэ Нанесло И на пустые места Вышли Но Регация Их научились Но Предки Вьет Записаны Китайские Интересно То есть Получается Вьетнамцы Которые Именно Юэ Которые Часто Боялись Китайцев Да Изначально Их научили Многому А Юэ Их не боялись Не боялись Попытки Заселить Землю Юэ Не Не реализовывались Никогда Да Хань Хэ Хэ От Янзы Только 13 веке Спасаясь От Монгол Готов Весь Этих Хакка Да Чьё государство Сингапур Сейчас Но Долины Больших Рек Их До сих Пор Ети Которые Живут В Гуандуне Ну дальше От нижнего языка А берег Фудзянь Вот вы поедете На Это самый Как называется Тайвань Да Вы знаете Что это Изык Миннай Что его создало Нет Не знаю Нет Это Это Одна из Разновидностей Юэ Который На Тайване Присутствует Юэ Конечно Да Это Манвьеды Так называемые Минюэ Они жили Кьюго Одна Истинная Кьюэ Они были Мореходами Всегда Они были Единственные Мореходы Восточной Азии Интересно И в Китае В флоте Всегда Было Из них Вот Здорово Их язык Сейчас На Тайване Вы с ним Столкнётесь Да Да Интересно Но на нем Говорят только Местные аборигены Правильно Какие аборигены У тебя аборигены Тоже древние Китайцы Манвьеды Минюэ У них государство Попроще Медленнее По сравнению С государством Хося Название Китайцев Древнее Не ханьцы А хося Вот Все равно Они древние Да Понятно У них не такой Расслед Как на Еженезе У них земли Меньше Нет Огромных Рисовых Пространств Вот Ну У них Собственное Государство И они Тоже воевали Не раз А Последний раз Когда шли походом На Пекин Вьеты Это середина 19 века Это всем известно Так называемое Восстание Тайпинов Восстания Тайпинов Да Восстания Никакого не было А была Вьетская армия То прошло Две трети Расстояния От Нижней Янзы До столицы Маньчжурской Империи Да И остановили Их Не маньчжуры А ударившие С западом Хмонги Со средней Янзы К тому Не хотелось Чтобы Вьеты Так Жутко Усилились И развеселились И ушли обратно Никакие войска Слез за ними Не пошли Пишите Хочется Интересно Здорово Так Неинтересно Шабло Чем сниматься Да Это прям Вы на самом деле Получается Сделали Где-то Ну Такой Шок Шоковую терапию Да То есть Вы Взяли Сломали Стереотип Который Стоит На протяжении Многих Десятилетий Точнее Даже Веков По сути Делали Да Но поскольку Я же Итамист Я-то пришел С юга Да Все очень просто Да А дальше Смотрим Эти археология Ее же не обманешь Знаете Замалчивать ее Можно в учебниках Да Опыт Такого рода Есть Да А вот В исследовании Как же Вы думаете Вещи Которых Не было Но Ты знаете В археологии Так еще Никто По-моему Не делал Да Вот А если Смотри Это Рафинированная Культура Да Ведь Товарищи Которые По шелковому Пути Они Все С юга Понимаете Да Это Это Неханцы Их Производили Это Все С юга Только С юга Да Все Фарфор Шелк Да 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 Только То есть У вас Как у Вьетнамиста Как ни странно И вообще Человека Представляющего Ну в научном плане Вьетнам Вот Варибинин Кстати В одной из своих монографий Писал Что У вьетнамиста Бывает такой комплекс Того Что он Часто находится Под Китаем Что его Страна находится Под Китаем И он всегда Ожидает Что китаец Его обидит Но у вас Такое не чувствуется Да То есть Вы Знаете Большинство Походов Китайцев На Вьетнам Качалось Очень плохо Да Неудачно Да Совсем Ярно В общем Последний поход Когда Они Навалились С кочевниками Вместе Сто тысяч Пленных Вернули Только Участников Третьего Похода Да Здорово Да Виталич Такой вопрос Если можно Немножко Прилучиться На другую Такую тему Воснователь Исторического Вкультета Православного Святотиховинского Государственного Университета Вуманитарного Университета В СДГУ Да В СДГУ Да Чем вас Тогда привлек Основанный Институт В начале Девятнадцатых Годов Почему Решили Принять Православие Вот И Я принял Раньше А вы раньше Еще приняли Да Раньше Нет Отец Митрий Смирнов Да Это выдающаяся Фигура Недавно Это мой Духовный Отец Он Меня Крестил Вот И брак Вот Тоже В том Даже Не в том В следующем Краме В большом Вот Но это Очень крупный Очень крупный Часто Так Кто Это Общий приз А вот Не все знают Что он очень любил Историю Мы с ним Часто беседовали После службы Вот Там Где-то Сидели Допустим Не долго А порой Долго Вот И просто Ну я Рассказывал То что Ему Интересно Да Ну просто Он Хорошо Знал Историю Хорошо Знал Историю Востоку Конечно Меньше Но По-настоящему И историческое Мышление У него было Бесспорно Если Вот Пусть я Помоложе Или будь у меня Побольше Учеников Я бы Кого-нибудь Конечно Посадил На тему Вот Дмитрий Смирнов Как историк Потому что Он очень много Сообщал Я кое-что Записывал Несколько раз Цитировал Потому что Он историю Знал А думать Крупными мазками Знаете Да А почему И на что Вас привело Именно Православие То есть Какой жизненный Опыт К чему Вы решили Обратиться К Богу Вот И статью Расмешайка Ну Начать с того Что Моя мама Она в храм Не ходила Но когда Хоронили мою бабушку Она ее перекрестила Знаете Когда в такой момент Происходит Вот Это как-то Меня очень запомнили Я тогда еще Не ходил А потом Супруга моя Была верующая И она В общем-то Нашла Это Дорожку К отцу Дмитрию Смирнову Еще когда Он был Одним Из Молодым Священников На Шоссе Был храм Туда Начинали Ходить И он Очень Хорошо Сквал Применяя Моего друга Мы там Дом Где Школа Начиналась Никаких Помещений Не было Вот И там Нашли Какие-то Местные комнаты И Мы там Стоим В такой Толпе Вот Родителей И так далее Очень хорошо Про нас Сказали Смирнов Дикие Христиане Это Это Умение Его Сказать Все Правильно Он Знал Что Мы Не Крещеные Но И Юлиан Крестился С которым Мы стояли Вместе И И Матерем Сколько Было Священно Мучеников Ну Вот Ну Вот Подумайте А Священно Мучеников Это Люди Погибли За Веру Осознанно Имея Возможность Выбраться Отказаться И Выжить А Вы Считаете Что У них Была Возможность Выбрать Конечно Некоторые Испугались И Отказались И Жили Себя Прекрасно Ну Я думаю Что Это Тысячи Людей Десятки Тысяч Тысяч Людей Да А Сколько Десятков Тысяч Ну Я думаю Что Очень Много Ну Пятьдесят Может быть Шестьдесят Больше Сто Двадцать Тысяч Священно Мучеников Ни Одна Страна Европы Здала Бога И Священно Мучеников За Последние Двести Лет Понимаете Да Это Другая Страна И Не Надо Вы Думайте Это Люди Пофамильно Известны Вот Так И Вот Когда Такой Крупнейший Мыслитель Христианский Игнать Обречения 19 века Он Чувствовал Что Ословевает Вера Если Он Знал Что Такое Впереди Он Наверка Более Оптимистич Посмотрел На Положение Православия Во Середине Второй Половины Хорошо Является Вот Это Замечательное Учебное Заведение Которым Я сам Имел Честь Учиться И Закончить Православный Свято-Тиховинский Университет Является Это Кузнецей Некого Скажем Такого Ученого Класса Церкви Ученого Ученого Класса Ученого Такого Церковного Класса Социума Скажем так Если так можно Выразиться Потому что Я заметил Что священники И люди Которые там Преподают Они Отличаются Скажем так От Допустим От тех Священников Которые там Не учились Которые Закончили Обычный Духовный Семинарий У них И другой Подход Еще бы Да Отличается Отличается Да Потому что Это настоящий Университет Я знаю Мой Приятель И декан Богословского Факультета Отчасти Мой Ученик Декан Исторического Факультета И Остальные Я знаю Достаточно Много И Хорошо Знаете Вот Обратите Внимание Что Людей Которые Мне Неприятны Вот так Вот Там Ну ладно Это Детали Но Вот Их Почти Не осталось А кто Остался Они Перестали Быть Отдель Я Не хочу Назвать Вполне Приличная Дефиниция Но Не хочется Тем более Что Явление Самое Вещество Там Было Такое Современное Направление Которого Нет Они Были Верующие Но Мирского Было Достаточно Много В общем Они Все Ушли И Никто Их Не Выгонял Один Остался И Перековался Вот То есть Тут Была Такая Вот Был Такой Тренд Вот Но Он Преодолен Он Преодолен Потому Что Конечно Недостатки Есть у всех Совершенно Очевидно Вот Но Их Настолько Мало Вот Там Ну Попадались Ну Мне На историческом Факультете Попадались Люди Которых Я бы Отодвинул От преподавания Бичем Даже Не из того Что Какие-то Претензии К ним Как к верующим А Преянные Христианные Я понял А ты Виталий Такой Вопрос Про Вы Являетесь Одним Из Отцов Основателей Института Практического Востоковедения Который Был Создан В начале 90-х Годов Потому Что Возникла Большая Потребность В кадрах Для Прикладного Востоковедения Скажем Так Вот Как Получилось Так Что Вуз Закрыли Потому Что По мнению Ректора Вуза На вашего Учника Андрея Львовича Федорина Он Читает Что Это Птическая Акция С целью Не дать Возможности Людям Получить Знания Получить Образование Что Вы Думаете По Этому Поводу Я Думаю Что Андрей Львович Не Совсем Прав Не Совсем Прав Вот Когда Создавался Вот ИПВ Он Создавался В начале 90-х Да Вот Он Создавался Очень Просто Он Создавался Как вечерний Университет В Институте Восточных Языков И Вятове Ну ИСАА Да Вот То есть Люди Остались Вечером На работе Читали Привычные Лекции И получали Закон Вот Вот Ну Сейчас Я объясню Как это Было Сделано Ну Объявляется Мы Объявляли Набор Там Остались Два Помещения Свободные Небольшие Комнаты Ну Сидели Какие-то Там Ставили Какие-то Разделочные Не знаю Чего Я Не ходил Нам Их Дали Вот И И мы Оформили Этот Самый Вот Исток Практического Сыковедения Дальше Очень Просто Первый Набор Как вы Подумываете Какой Концент Был Числен Ну Я Помню Что это Было 70% Или 80% Нет 50 А 50% 50 Ну Это Тоже Много Со Второго Курса Тоже 50 Родители Поняли Что Тут Не торгуют Дипломами Подают Образование И пошли Другие Дети Да Все Точка И все И все Это шло И накапливалось И имело Достаточно Большие Средства Вот Прежде всего Это было Было Сделано Для того Чтобы помочь Преподавателям Университетским Нашим Да Они там Продолжали Преподавать Вот Языка Такая Очень Глубоко Уважаемая Преподавателя Особо Совершенно Хороший Преподаватель Восточного Языка Это Извините Это Ученый Вот Есть Одна Женщина Которая Принципиально Принципиально Не переводит Плохие Вещи Не переводит Только Хороших Авторов Вот Но Тут Очень Интересные Очень Характерные Вещи Для понимания Чрезвычайного А дальше Произошло Что Дальше Началась Возня С помещениями Вот Переезды Вот И так Получалось Что Каждое Следующее Помещение Было Похуже Пока Это Было В университете Понимаете Вся Среда И так Далее Вот Когда Это Переехало Первый Раз Уже Было Сложнее Уже Было Сложнее Вот И Постепенно Главный Студент Хуже Не Стал Студент Хуже Не Стал Но Какого-то Включенности В Образовательный Процесс Востоковед Такой Тех Кто Была Сам Началь Уже Не Было Уже Не Было Вот И Хотел Как Еще Незадолго Того Когда Последний Было Уже Последний Переезд Еще Еще Было Еще Была Нормальность Когда Я Пришел На Госэкзамен По Истории И Вся Элита И Са Преподаватели Все В Коридор Но Кажется Страна Отдельно Сдают Но Прошлая Элита Историков И Са Которые Приимовали Экзамен Вот Нет Тут Что-то Тут Было Что-то Другое Тут Было Что-то Другое Этот Отрыв От Тела Университета Он Постепенно Сказывался Это Такая Вещь Которую Ничем Не Заменишь Да Остаться Вот Были Другие Будет Для этого Нужно Чтобы Все Вся Хотели Чтобы Остались Более Стратия Когда Кому-то Это Не Хотелось С Этого Иначе Да Это Очень Вещь Которой Ничем Не Займешь То Есть Вуз Он Был Закрыт Именно Из-за Падения Качества Образования Да Вы Читаете В общем Ну Повторяю Падение Качества Образования Языка Не Возволь Восточный Язык Это Особая Категория Сирии Эти Люди Не Меня Их Средой Не Поменяешь Вот Но Все Остальное Становилось Все Менее Интересным И Все Меньше Было День Да Вот Условия На которых Брали В последние Месяцы Где мы Сидели В общем Там Отчисления Были Очень Большие А там Еще Зарплата Помню Одна Женщина Грузинка Вот Она Получила Эту Зарплату Мы Вместе Идем В сторону Метро Вот И она В подземном Переходит Покупает Какую-то Декоративную Людечку За эту Зарплату И Ненарушен Да Женской Непосредственности Вот Потому что Какая-то Зарплата Ну да Я же там Довольно Долго Был И В последнем Помещении Вот Но Уже Середа Середа Кончалась А пожилым Людям Таскаться Далеко-далеко С небольшими Смешными Зарплатами Тоже было Ни к чему Вот Там и Космик Кульский Жизнь Сидел Очень долго Вместе с Федориным Но Но Вот Какого-то Такого Научного Центра Маленького Хотя Которого Вначале Был Вначале Был Вот В общем-то Он Потихонечку Развивался А потом Потихонечку Скисал Ну не может И все Будет Хорошо Да Хорошо Я вас понял Дагил Игорь Ильич Еще можно Один из последних Вопросов На сегодня Мы сейчас Живем в очень Насыщенную Информационную Эпоху И по мнению Некоторых Закат Эры капитализма Да Эры чего? Эры капитализма Капитализма? Да Капитализма? Да Заканчивается Эра капитализма Ну это По мнению Отдельных Историков Допустим Историков Очень отдельных Андрей Фурсов Есть такой Историк Андрей Фурсов Знаете Да Ну вот он Читает Что Эра капитализма Заканчивается Выводы Он делает На основе Может быть Монографии Известной Виллерстайна Может быть Вы тоже Я думаю Знаете Да Эммануил Виллерстайн Это Теория Мир системы Может быть Знаете Да Понятно Ну и Есть такое Мнение Не могли бы Вы поделиться Вообще Как историк Ощущениями Данного Данного Времени В котором Мы сейчас Живем Является Леоно Переходным Вот И какой Прогноз Можете Дать Относительно Нашего Мира Миром Это Глубинные Государственные Соединенные Штаты Федеральная Резервная Система Это Вторая Стерна Это Финансовый Капитал Да Понимаете Который Всегда Всегда Современ Иуды Искариотского Чужд Остальному Населению Да Он по Отрезалению Чужд Это не его Вина Это его Особенность Когда он Пытается Править Миром Когда Вся Установка На То что Мир Финансового Капитала Чужд Носителем Финансового Капитала Само Добывание Денег Само Общение С теми Кто Дает им Доход Оно Недружелюбное Вот Это Особенность И поэтому Будущего Какого-то Позитивного Государства Они Создать Не могут По Определению И Вот Трамп Который Все это Понимал Лучше У меня Не понимает Который Яростно Пытался Восстановить Промышленный Капитал Вот И очень Ну Глубинное Свою Усарство Его съело К сожалению Но Не думаю Что Вот Какое-то У него Имеется Будущие Вот Самый Самый Идеальный Мир Который Они создают Это Космический Корабль Набитый Богатыми Толстыми Людями Спящими Накойщиков Вот И летящие Куда-то Туда Естественно Не туда Да А на земле Вроде бы И делать Нечего Опыта Создания Массового Цветущего Общества Ученцева Просто нет Согласитесь Ну нет и нет Это не его Вина Скорее Его Беда Он сам По себе Необходим Но в качестве Необходим Но в качестве Основного Руководящего Центра Он пока Не очень Так Вместо России В мире На Настоящем И в будущем Как вы Я сниму кошку Чтобы она не Отвлекала Меня Нужно Помнить Что Россия Фронтовое Государство Было Два Фронтовых Государства Греки И русские Которые Тысячелетиями Сощущали Европу От Азии Доказывать Ничего Не Полно Естественно То есть Если Мясовое Государство Россия Стана Больше А самих Приходилось Серьезно Уевать Потому что Хочется То есть Для Борьбы Ну Такая Биография Фронтовики То есть Ну Восприятие Азии Получается Какое-то Негативное Получается Да У многих Европейцев Восприятие Азии Часто Негативное И часто Боятся Азию Что Чего-то Такое Чуждое То есть Ну Называется Россию Азией В общем-то Наверное Всерьез Уже Давно Перестали Век С 18 Пропагандисты Журналы Пресса Ходовая Мы не о них Говорим Да Не о них Говорим А представьте Себе История 20 Века Без Си Очень Трудно Мы Поднесли им Достаточно Неприятности Большие Устроим Значит Семнадцатый Восемнадцатый Год И мы Спасли Адольфу Гитлера Знаете Было Такое Событие Да А что Того Увлечения Русскими Российцам Было В 19 Начале 20 Века Конечно Нет Конечно Нет И мы Сами В этом Считыв Не Виноваты Но Вот Страна Кто Дала 120 Тысяч Вещенному Ученику Знаете Не Может Не Вызывать Уважения И Объединенных Надежд То есть Наша Страна Является Некой Охранительницей Европейских Ценностей Да 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 А какие Преспективы И риски Как вы думаете У нас Какие Преспективы Можем ли мы Выстрелить Какой у нас Потенциал Есть ли он Как вы считаете Есть ли у нас Потенциал Для будущего Скачка Будущего Развития Дагадач Пропадаете Немножко Алло Алло Думаю Показать Отдельном Окошке А сейчас Я Одну Чемчуку Сейчас Кундушку Я Убрал Какие Перспективы Да Какие Именно Перспективы И риски У нас И что Мы еще Можем Дать Миру Ну и себе Конечно Мы Носители Европейских Традиций Больше Степени Чем Потребительские Ущества Да Потребление Не играет Такой Роли Нашей Жизни И сейчас Вот Мир Потребительские Ценности Когда все Остальные Ценности Отходят На задний План Это Не Наш И вот То, что Произошло После 2014 Года Ну После Соединения С Крымом Да Вот Это Естественное Опять же Гене Европейского Государства На протяжении Веков Вот Которое Вот Вызвало Атаку На нас Со стороны Запада Но Крым Это абсолютно Ни при чем А при чем Огромное количество Нашего Современного Оружия Да Откровенный Страх Откровенный Страх И Конечно Страх Перед 20-летием Путина Да Понимаете Такие Долго Руководящие Лидеры Это опять Европейская Традиция Но не Современная Европа Вы считаете Что Путин Великий правитель Мы Сейчас Гораз За 300 Да Хорошо Вы считаете Что Президент Путин Великий правитель На сегодняшний момент Догадем Алло Ой Немножко Камера Здесь Чуть Пропала Камера Да Дагадем Да Вы Читаете Что Владимир Путин Является Таким Особым Великим Правителем Сегодняшнего Времени Ну Пожалуй Самый Эффективный Правитель С момента Революции Самый Долгоправящий Много Много Правитель И Россия Он и вывел ее Из Разорения 90-х Когда Растаскивали Гробили И Оставляли Военным Отношения В каком Хотите Мы Со всеми Такая Россия В 90-х Да Да А Лучше Гораз Вот Вы еще Молодой Я Вспомню А Хочу Нет Не Достаточно Для этого Не Очень Молодой Ну Как Мне Было Тогда Лет 10 15 Когда Были Времена Да Да Если Не Против Последняя У нас Рубрика Коротких Вопросов И Ответов Вопрос Ответ Да Вопрос Ответ Можно Ну Очень Короткая Рубрика Короткий Вопрос И Короткий Ответ Скажите Вы Счастливы И В чем Ваше Счастье Что Вы Счастливы И В чем Ваше Счастье Я Не Слышу Вы Счастливы Вы Счастливы И В чем Ваше Счастье Вы счастливы и в чем ваше счастье? Что-то со связью, да, видимо, какая-то проблема опять? Да, Виталич? Да, вообще, честно говоря, счастье. Ага. А в чем именно ваше счастье? В вашей работе, в вашем деле в чем именно? Моя работа, моя семья, то есть дочка. Ну, это Алена, живущий сын с Казаромой. Регулярно общаюсь. Вот. Мои ученики. Да? Угу, здорово. А что такое, по-вашему, любовь? Повторюсь вопросом. Что, по-вашему, такое любовь? Это очень высокое чувство. Ну. Очень высокое чувство. Угу. Очень важное, из которого у каждого человека должна быть какая-то любовь. Угу. Да. Это обязательно, когда должна быть вот любовь к женщине или к мужчине, или какая-то иного вида? Иного вида, шире. Шире. Угу. И любовь к родине, вот, любовь к своей стране. Да. Ну, это одна тоже, вот, любовь к своему делу. Да. Угу. Любой Бог. Угу. Угу. Сергей Витальевич, есть ли что-нибудь такое, может быть, в вашей жизни, о чем вы больше всего жалеете? Угу. Ну, есть. Угу. Есть. Угу. Есть. Я слишком много занимался организационной работой. Угу. Угу. И умел ее организовать. Угу. Угу. А, в общем, нужно больше было заниматься чистой наукой. Чистой наукой, да. Я понял. Вот как мой учитель, лекомца. Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, такой последний вопрос, такой тоже из коротких. Есть такой стереотип, что у нас ученые живут не очень достойно в России и должны жить, на самом деле, богаче. Вы считаете себя богатым, обеспеченным человеком? Ну, знаете, этим я обязан ученикам. Особенно одному. Им очень нравились мои лекции. А богатым он стал нестандартно. Никого не грабил, не убивал. В 90-е годы не обманывал. Восточный, последствий. Такой традиционный богач. Понятно. Ну, а вы богатый человек? Вы богатый человек? Нет. Нет. Но я более-менее обеспечу это. Я понял. Я понял. Хорошо. Да. Ну вот, в принципе, это, конечно, можно еще много что обсудить. Очень глубоких, интересных тем. Вот. Сейчас, конечно, у нашего общества и у молодежи, допустим, неоднозначное отношение к президенту, к властям. Вот. То есть, по поводу этого можно, конечно, еще много что поспорить. Но это ваше мнение. Я его уважаю. Вот. Если кого-то не устраивает, он должен предложить, а что должно быть. Какая модель руководства России его бы устраивать. И ее персонифицировать. Тогда же проще говорить. Особенно историкам. Согласен. 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 Хорошо. Просто не, просто не, не, это не должно. Угу. Вот. А ваша альтернатива. Угу. Да. Вот и все. Хорошо. Да. Спасибо, Дега Витальевич. Еще раз хотел бы сказать и последний раз представить нашего сегодняшнего гостя. Это Дега Витальевич Диапик. Основатель нашего отечественного российского Вьетнамовидения. То есть, специалист по Вьетнаму. Историк, ученый. И не только по Вьетнаму, но и, в общем-то, по всей истории Востока. Вообще по всей истории. По Востоке. Ну да, у меня же и по библейске. Библейская история. Вот. Таких людей называют по-английски иногда Jack of all trades. Либо по-русски многостаночник. Да. Да, у них есть многостаночник. Многостаночник. Это точно. Никогда не слышал, но мне нравится. Да, да. Вот. Это на самом деле о вас и о многих других людей. Потому что у нас часто приходится заниматься, правда, многими одновременно делами, чтобы сделать какое-то открытие, чтобы был мощный результат. Вот, допустим, в Западной Европе, да, люди, занимающиеся наукой, у них более как-то все сужено, как-то, да, в одном направлении, в одном векторе. Вот. Но у нас, мы широко мыслим, да, мы широко мыслим. Да, это Россия. Да, это Россия, это наше... Знаете, что я вам хотел показать? Да. Одну секундочку. Одну секундочку. Вот, посмотрите, Илларион. Слово о законе и благодати. Середина одиннадцатого века. Ого. На русском языке, на русском языке, просто изложен целый ряд важнейших положений христианской мысли. Угу. Вот когда я это прочел, мое представление о Киевской Руси принципиально изменилось. Если это прочли тогда хотя бы пятьсот человек, то Киевская Русь – это не то, что пишется в учебниках. Угу. Уж это интеллектуал, крупный, писавший на русском языке для русских людей. И это потом переписывалось веками. То есть написал он это одиннадцатый век Киевская Русь, получается? Да. То есть это уже какие варяги, ну отойдите, ребят. Угу. С кем не бывает, с футбольной командой. Да. Вот. А это, я просто обалдел. Угу. Просто обалдел. Вот так, чтобы у такого, а читателей было масса, ты же, как вечно переписывалось потом веками. Угу. Но в самом фактировке он никем не оспаривается. Вот. Это совершенно другое общество. Очень развитое. Да. Угу. Вот наш контакт с греками был очень интенсивным. Очень интенсивным. И всегда он был и до этого, и до крещения Руси. Угу. Вы знаете, назывались, было специальное слово для русских, которые часто бывали в Константинополе. Угу. От 10 века слова. Бывальцы. Бывальцы. Угу. Да. Они очень поддерживали при крещении Руси. Угу. Как интересно. Здорово. Такая интересная вещь, новая история. Да. И до этого были контакты все время. Я же как археолог прекрасно знаю. Знаете, очень интересная особенность, когда, ну, это касается греческих городов Крыма, прибрежных, но где я копал во многих местах, знал всех археологов, и ездил, тварь, говоришь. Угу. С 4 века количество красивеньких вещей в культурном слое резко падает. Угу. А почему? Вот просто что. Вот вы знаете, столько, сколько я. Я вам все сказал. Понимаете? Вот что происходило в обществе. Угу. Да. Да нет. Интересно. Ну, неинтересно, стал бы этим заниматься. Да. Нашел? Да. Да. На самом деле, да, это классно. Кстати, вот единственное по поводу греков, они же были также еще приглашены царем Алексеем Михайловичем и Патриархом Никоном, когда была реформа известная, печально известная реформа 18 века, да, когда появились костаробрядцы, да, вот, и эту реформу тоже, да? Я знаю историю России. Да, да, да. И эту реформу тоже, ее помогали, ее помогали проводить. Алексей Михайлович, Алексей Михайлович, вот, и Патриарх Никон, это совершенно разные представления о России и о будущем и настоящем. Алексей Михайлович, очень много было изданно того, что потом вхвалили Петра. А какие-то основы, да? Висал шум, скрежет, да, было воспринято и так далее. Вот. Много полезного узнали от поляков. Вот. Да. Ну, вот. Которые были славяне, но и часть центральноевропейского мира. Вот. Очень интересное время. Здорово. А Никон, ну что, ну что, ну что. Ну, должны же быть ошибки. Вот, пожалуйста. Ну, да. Ну, что. А если, а если, а если, то, 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 то. А так дальше, да, спасибо вам большое за интервью. И хотел бы еще сказать такую вещь, что мне было очень приятно не только с вами пообщаться, как с ученым, как историком, но как, прежде всего, с человеком и с личностью. Это очень важно. Вот. Немножко понять ваш внутренний мир. часть вот истории вашей жизни, это тоже очень интересно. То есть я считаю, что это очень здорово, когда во время интервью пытаешься не только подчеркнуть именно то, чем занимается человек и его заслуги в этом деле, в этом направлении, но и также его личность. Да, это очень важно. Поэтому вы себя сегодня показали с очень интересной стороны. Может быть, некоторые вопросы вам до этого никто раньше не задавал. Такие более личные, скажем так. Но мне было очень приятно, что вы на них ответили. Это было здорово. А вам понравилось интервью? Да, в общем, да. А вот какие-то реакции на такое интервью к вам поступают? Да, поступают. Их смотрят. И комментарии пишут на Ютубе. Я вам дам ссылку на мой Ютуб-канал, где есть интервью с Никульским, Кадырбаевым, с Федориным тоже. Я вам дам ссылку. И может быть, если кто-нибудь еще из востоковедов, вообще из историков, может быть, кого вы знаете, может быть, тоже захочет дать интервью, если у него есть время, я бы с удовольствием подготовился и сделал бы интервью. Часть вы у меня уже украли Федорида, Микольского. Да, да, да. Кого бы я подавал. Вот. Но я подумаю, я подумаю. Нет, мы... Тут, на самом деле, вышел первый том истории Китая, где мы с моим учеником Ульяном написали половину тома. Там 960 страниц, половину написали мы. Совершенно автономно. Остальные написали свое многое, интересное. О них не говорю, о нашем куске. Вот там, в общем, наша концепция, видение. Ну, он первоначальный индонезист, но потом уже хорошо знающий китайский и так далее. Вот. Вот. Не знаю, почему я об этом вспомнил. Может быть, с ним интервью сделать, либо, допустим, мне очень нравится, очень хороший ученый, и и преподаватель Карпов. И что, переставайте? Нет, я говорю, очень хороший преподаватель есть Карпов, Карпов. Валерий Карпов, китаист. Я думаю, что... Кто? Карп? Карпов, да, Карпов. Да, понятно, понятно, понятно. Нет, это интересная фигура. Да, может быть, с ним пообщаться тоже, он был бы здоров. Нет, но я не настолько с ним знаком. А, хорошо. Я предлагал сделать интервью моему научному руководителю, в будущем, это Волчковой, Елизавете Витальевне. Ну, да. Вы знаете, но она почему-то сказала, что она немножко стесняется, или нет времени у нее, она не может, к сожалению. Это на нее похоже. Да, да, да. Вот. Может быть, у Тертицкого взять интервью, не знаю, ну, посмотрим. кого-нибудь. Я подумаю. Я подумаю. Если что, тогда можете сообщить мне, я с удовольствием. Ну, вы оставили, Волюс, да у меня же есть вообще. Да, 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 конечно. Нет, да больше я Лориона достал. Да. Он специально же положил в папку. Как называется папка? Да, 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 большая папка. У вас на меня большое дело, да. Да. Когда интервью будет готово, я еще добавлю, Ваша, просто Ольга обещала, Ваша дочь обещала мне прислать какие-нибудь фотографии вашей мамы, какие-нибудь, может быть, картины, какие-нибудь, да, фотографии. Вот, я вам хотел также дать эту книгу. У меня их достаточно много. Ух ты, здорово. идет, ух ты. Я, может быть, как-нибудь, я, может быть, как-нибудь у вас бы ее взял бы. Замечательные технологии, она работала. Вот это сделано, это выжигается. Вот, она очень любилась, красная технология. Сейчас я посмотрю. портрет сделан из качества. Тканый портрет. Ничего себе. Классно. Другие. Ну, нет, это железная рука. Угу. Замечательный код. Угу. Классно. Да нет, ну, это классная совершенно. Снежный лев прям похож. Снежный лев. Сейчас я посмотрю. Одну штуку я посмотрю. Угу. Она очень смешная. 60-е ноды. Сейчас. Нет, я вам просто подарю эту книгу. Как-то пересечемся. Да, пересечемся как-нибудь, да. Одну секундочку. Одну секундочку. Вот. Это городские художники. Там было помещение вроде клуба. и там собирались художники и рисовали всякие. Вот женщина, которая стоит, слева сидит такая дюжина художница и ее пишет. Моя мама опоздала и пристроилась сзади. Угу. ничего не было. Угу. Классно. Вот ее визивировать. Бац. Нет, это обязательно дам и пишу где-то. Вот. Хорошо. Вот разные технологии Пушкина. Угу. Ух ты, класс. Вот так. Нет, а Пушкин просто это было ее все. Я сейчас только это понимаю. Угу. Да. Вот. Еще два Пушкина. Угу. Здорово. Угу. Нет, а после этого была ее тема. А я сейчас тоже сообразил. А, скульптуры смешанные техники. Да. Угу. Да. Вот. Последний Пушкин на спинке табуретки. Угу. В мастерской, где она и умерла. Угу. Здорово. Да. Хорошо. Скажите, а у вас есть какие-нибудь ваши фотографии в вашей молодости? Потому что я, по-моему, не увидел ни одну вашу фотографию, где вы молодой совсем. Где вам лет 30? Есть такие фотографии у вас? Да, вот стоит. Угу. А если на два фотографии. Да, может быть, Может быть, там пришлете потом. Вот. Хорошо, тогда у вас действительно, я в них уже, я боюсь, когда в них залезаешь, уже вылезти не можешь. Угу. Понятно. Да. Вот. Я как раз хочу у наших этих самых диверсионных групп, я же сборы проходил регулярно, у нас была форма без погон, такая черная. полуспортивная, полупутешественная. У нас знали по всей стране, потому что эти группы всегда летом занимались в разных местах. Нас называли. Во всей стране какое-то название. Ну, типа Сьеры. Вот что-то в этой сфере. Не это. Угу. Нет. Фотографии. Да. Да, было бы интересно посмотреть, конечно. Одну секундочку. Угу. Что я не нашел, ага. Но вот это посмотри. Видите, буги-буги? Ух ты. Да. Это скифы, пришедшие с юга Средней Азии на границу с Вьетнамом. Вьетнамом. И создавшим там свое царство. Ничего себе. Вот это да. Какой Китай? Отойдите. Китайцы им прислали печать потом, что признающие царство, но они придумали свою писемность. Ну, посмотрите, вот эти лихие рожи, это отчаянные буги. Получается, скифы пришли в Вьетнаме. Это настоящие скифы. Они царство создали. У них там некрополи. Их аккуратно копают, потому что это единственное интересное для мира провинции Юннань. И мало того, в Меконге находили длинные штаны садники. они без штанов не могут. В Меконге ведь находили китай, отойдите. Причем они вдоль Ганга, над Гангом проходили. Не объезжали с севера, а шли через Кабун и дальше. Причем они ехали и дальше. Один археолог московский сариониди купил такого рода статуэтки на базаре в Самарканде. то есть и туда и сюда ездили. Здорово. И в Меконге находили же монеты римские, да, в Меконге? Недавно. Они тоже монеты. Там находили огромные серебряные сосуды. вот таких размеров. Посмотрите на мои руки. Ничего себе. Вот такие вот. Ни один, ни два. Это же карта моряков, моряков, не ученых, моряков, переплыла Литрейского моря. Там от Суэцкого канала, вот, нет, от этого самого Персидского залива, ну, где Тигры и Фрат падают. до Гуанчжоу карта, как сегодняшняя, понимаете? Эта карта сделана для моряков, для капитанов. В тех времен именно еще было. Да, в тех времен. Там если ошибешься, то они не потонут за тебя, то они тебя найдут. Потом начинается фантастика, берег поворачивает в Ньюго-Восток, и тянется вместо Филиппина, еще что-то. До этого абсолютно точно. Да нет, мир очень интересен. Мир очень интересен. Вот последний, не могу не рассказать, находка последних сорока лет. Первый государство, создавшее искусство, вполне сопоставимое с искусством Западной Азии последние веков до нашей эры, существовало до изобретения керамики в десятом тысячелетии до. На территории исторической Армении, вот, ну, Верхний Ефрат. Вот так, вот так. Это десять тысяч, это... Вы что не придумали, а искусство уже, ну, как и политические росписи во Франции, в Северной Испании, тоже. Искусство, оно живет своей жизнью, для него есть керамика, нет керамики. Здорово, здорово. все, все, перестал вас мучить. Спасибо вам большое, ГТГ, спасибо, что вы нашли время, вот, вот, и было очень здорово, вот, мы с вами еще обязательно созвонимся, может, встретимся, я надеюсь, вот. Давай, не, я хочу, подарить обязательно картинки, вот, посмотрим, может быть, с Олей встретитесь, она вам передаст. Я хожу только в лес, вот сегодня пошел в лес, я вам рассказывал про горизонтальные ручьи. Хорошо, здорово. Да, хорошо. Да нет, как-то сам, нет, у меня пошло лучше, чем я думал, лучше своего текста. Хорошо, хорошо. А вы меня вспомнили вообще? Узнали мое лицо, нет? Вы не помните? Нет, если честно, то смутно. Смутно, ага, я помню. Смутно. Ну ладно, хорошо. Мы с вами довольно тесно общались в определенное время, поэтому, да. А что мы делали вместе? Ну, вы мне помогали писать диссертацию на тему русской духовной миссии в Китае. А-а-а. Вот это вот русская духовная миссия в Китае, вот, и православие в Китае, потом я вам подарил еще, помню, помните, я вам подарил русско-китайский словарь православной лексики. Угу, не знаю, у меня торчит, его корешок у меня торчит. Да, это я вам подарил, да, давно еще, помню. Да, да, да. Вот, потом я выступал на Мелексетовских чтениях тоже пару раз, были такие в ВПВ, вот, писал о Харабинской епархии, вот, ну, мы-то сами так общались, да, и вы мне писали еще отзыв на мою, там, дипломную работу тоже, помню. Вот, так вот, так вот, ну, это было давно, лет 10-12 лет назад. Чтенияхов много, а память слабеет. Ну, ничего, нормально. Память слабеет, нет, это я знаю, я даже лечился, но пользы, правда, пользы, правда, не было, я аккуратно сжал все, что полагается, и тетка вроде неплохая, вот, и больница сама к себе, вот, святитель Алексея на Ленинском. Да, 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 я там полечивался там от всяких, всячем, вот, и себя помогало, а тут не помогло. Нет, ну, возраст, точка, 88 лет, это многовато. Ну, да, ну, это здорово, что вы много видели. Бесопарк, он, конечно, у меня очень хороший. Ну, ладно, мне ее, надо уже и вас тоже отпускать. Да, Каталья Витальевич, было очень здорово, вот, как будто готово интервью, я тогда вставки еще сделаю, и Ольге тогда, если можно, я ей напишу скайп, чтобы она мне прислала какие-нибудь там фотографии вашей мамы, ее картин, ваши фотографии молодости, хорошо? Обязательно. Чтобы я вспомнил, потому что они мне тут, они будут ко мне нужны для монтажа, для монтажа, хорошо? Значит, эту штуку просто я вам передал. Хорошо, хорошо. Вот, все равно же вы с Олейбуси, сейчас не только, она будет вам еще что-то передавать. вот, ну, это положено. Я доволен, что я парни из Бугеога. Бугеога, ну, 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 мир же он вот такой вот. Да? Да, да, да. Ой, один раз расскажу еще один анекдот. Один жительный Тибет, настоящий Тибет, не Северного, а такого. Чего-то им там не понравилось, они огромной толпой переселились на юг Китая. Вот в Сычуань и в Юнань. Но они здесь по горам, а народы, которые живут здесь по горам вообще на юг Китая, они с народами снизу не очень связаны. А со своим уровнем гор на огромных пространствах. И очень похуде. Жениться ходят, замуж выходить. Вот. А вниз не спускаются. Веками. Так они взяли за основу письменности, забытую совершенно письменность, вы меня извините. Вот. Но существовавшую в Юнане каких-то тоже диковатых мужиков, вот, письменность Дудзя Гувэнь. И на ней писали с кучей собранным, кучей материалов. И документы у них были. Ну, так вот, крыша поехала. Ну, это пытаются губные народы. Они вот по своим горам очень широко, там хорошее пятно. А вниз их не пускают, нифига. А во-вторых, нифига себе, можно наверху издельшить. Дорога. Нет, просто еще один маленький. Они идут из жизни китайских археологов. Почему хороших археологов? Они, значит, это как раз вот Юэ, Ханчжоу, культурный центр. Они долго исследовали, как китайцы одомашнивали рис. Вот. Но уровень начитанности даже у них очень невысокий. Они знают, что существуют в Восточной Азии народы, живущие, ну, не в диких горах, но в горах, которые веками живут с дикорастущим рисом. Ничего не возделывают, нифига. Только в упорку происходит. И неплохо живут. Не самый развитой народ, но на больших территориях. Все, все. Да. Хорошо, Григорий Иванович. Да, спасибо вам большое за встречу. Тогда мы на связи будем. Если бы мне не нравилось, я бы чтобы дальше не болтал. Классно, классно. Здорово. Все, хорошо. Все, тогда на связи, тогда. И еще созвонимся, ладно? Да. Созвонимся, я вам как-нибудь наберу. Может быть, с кем-нибудь еще подумаем, с кем-нибудь еще можно сделать встречу будет. Хорошо? Из ученых. Ничего раздражающего нашей средственной массовой информации я не сказал? Или только это говорю? Не, не, все нормально, все нормально, не переживайте, все хорошо. ничего лишнего. Все. Все, хорошо. Вам здоровья, сил, вот, и еще вам, может быть, что-нибудь сделать, такое интересное открытие, будет здорово. Андрей, будет классно. Это, насколько неизданных книжек, вот такая книжка про письменность. Ага. Вот так готовая, закончена. Надо сдавать, надо сдавать потихонечку. Да, сейчас мы набрали, Куча с Богданом набрали новых письменностей. Ага. И параллельно существовались, то, что выросло из загонечения, сейчас еще про загонечения еще говорить. Хорошо, ладно. Ну все, тогда давайте спокойной ночи, отдыхайте, да, Григорьевич. Ночи, все уже ночи. Слава Богу, не надо, не вам, не идти никуда не надо. Это точно. Только до кровати добраться. Да, да, да. Ну все, всех благ, на связи. Спасибо большое. Благ. Да, до свидания. До свидания. Поклону вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин